Воскресенье в Центральном сельском поселении царило оживление. Выборы главы. К избирательным участкам подходили люди. Всего зарегистрировались 5 кандидатов – Александр Клянин, Евгений Курленко, Виталий Шепелев от политических партий. Татьяна Балюк и Андрей Саратов представили свои кандидатуры в порядке самовыдвижения. По информации, предоставленной председателем Белоглинской территориальной избирательной комиссии Елены Исааковой, большинство голосов избирателей набрал кандидат от партии «Единая Россия» Евгений Курленко. За него проголосовали 88,8% избирателей. У нас, конечно, в поселке, ну как сказать, не процветает, но все же идет все к лучшему. Вот, идешь вот и радуешься, посмотрите, везде скамеечки стоят. И вообще сейчас у нас дом культуры отличный, понимаете, вот и, ну все у нас красивое, что можно еще сказать. Ну и, конечно, я думаю, Евгений Анатольевич продолжит дело Евгения Николаевича. Я за Курленкова. Я его знаю с самого рождения. Я раньше жил на том отделении, где он, мы соседи жили. Он на моих глазах вырос и учился, потом вот работал. Все, я его знаю с самого рождения. Так что я за него поручаюсь. Считаете, что он достойный кандидат? Да, да. Центральное сельское поселение, оно немножко улучшилось. В каком плане? В плане жизненного достояния людей. Все есть здесь. И дороги здесь, и самое главное, дороги. Вот. И лечебный комплекс есть здесь. И школа. Кандидатуру я сразу признал. И признал с достоинством и с честью, что что-то у него таится такое хорошее у этого парня. Он с этим делом справится, потому что у него направление, образование идет по такому пути. Я думаю, что он парень наш. Явка жителей по центральному сельскому поселению составила 80,2%. Количество избирателей в списках избирателей составляет 2021 человек. Количество молодежи в возрасте от 18 до 35 лет – 547 человек. Количество впервые, которые будут голосовать – 18 человек. На всех избирательных участках атмосфера праздника создана. Работают концертные программы, работают волонтеры. В рамках выборов состоялось награждение участников ежегодного конкурса социальных комиксов и плакатов «Мне не все равно». В конкурсе принимали участие молодые люди от 14 до 29 лет. Дипломы за участие в конкурсе вручили глава района Александр Коклин и начальник отдела молодежной политики Татьяна Даньшина. По итогам третье место досталось Елизавете Хитровой. Второе место заняла Надежда Пузынина. Второй год подряд победительница конкурса становится активная участница волонтерского движения района, учащаяся 11 класса девятой школы Полина Батюкова. Это уже не первая моя победа. В прошлом году я тоже заняла первое место. Мне очень приятно было. Я считаю, что каждый молодой человек должен иметь свою активную жизненную позицию, должен принимать активное участие во всей политической жизни страны и всячески способствовать развитию предстания. В течение предвыборной кампании на территории района работала молодежная агитбригада «БРИС» Белоглинского аграрно-технического техникума. Студенты выезжали в населенные пункты центрального поселения для общения с молодежью и местными жителями. На выборах волонтеры представили зрителям яркие вокальные номера. За личный вклад в подготовку и проведение молодежной предвыборной кампании «Я выбираю будущее» участники агитбригады награждены почетными грамотами. Активистам волонтерского движения вручили большую фруктовую корзину. Мы ездили по селам, по станицам, мы выступали. И была проведена очень колоссальная работа как с коллективом, так и с людьми. На избирательных участках для жителей поселения артисты Дома культуры подготовили вокально-хореографические номера. За последние годы колоссальная работа проведена в сфере здравоохранения Белоглинского района с целью повышения доступности и улучшения качества оказываемых населению медицинских услуг. Укрепляется материально-техническая база, ремонтируются имеющиеся и строятся новые отделения. Благоустраивается территория ЦРБ. Открываются ФАПы, приобретается современное медоборудование. Активно ведется кадровая политика с привлечением новых квалифицированных специалистов. Это работа на постоянном контроле главы района Александра Коклина. Положительные изменения налицо. Значительно меньше стало жалоб от жителей. Но единичные обращения на телефон горячей линии администрации все же поступают. Чтобы лично разобраться в ситуации, разъяснить возникающие вопросы и узнать о проблемных моментах, Александр Николаевич вместе с заместителем по социальным вопросам Светланой Парахиной и членами комитета по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения направился в Белоглинскую центральную районную больницу. В поликлинике интересовала организация работы регистратуры и наличие очередей. Работают четыре окна, два телефона. Один телефон действительно бывает часто занят, потому что по нему ведется запись в краевые лечебные учреждения, и запись эта ведется в течение всего рабочего дня. Во второй регистратуре работает второй телефон. Вот этот телефон 4228, он работает более свободно и можно дозвониться. Очередь на запись к нашим специалистам 3-4 дня, не больше. В 10 часов никакого столпотворения не наблюдалось. Около регистратуры два человека в ожидании медкарт. Видимо, утренний час пик прошел, и все больные, получив талончики, разошлись по кабинетам врачей. Проследовав туда, Александр Коклин пообщался с людьми, сидящими в коридоре. Во время беседы жалоб по поводу проблем с записью на прием, качество оказания медицинской помощи или неуважительного отношения медработников не прозвучало. Я записалась к врачу через регистратуру. Ну, в течение недели я ждала очередь, ректорные записи. И вот пришла к врачу. Меня приняли, ну, все нормально как бы. Претензий никаких нет. Врач внимательный, бежливый очень, доброжелательный. Я довольна. Услышав только положительные отзывы, Александр Коклин поинтересовался у людей, есть ли предложения, советы или рекомендации по улучшению организации работы поликлиники. Одна из женщин высказала пожелание выделить один день в месяц в детской поликлинике для удобства прохождения диспансеризации ребенка. Выделить, допустим, один день в месяц, собрать все дети, ну, несколько группы в детской поликлинике и пройти этот медосмотр. Ну, это просто просьба. Пожилой мужчина спросил, когда можно будет получать льготные лекарства более быстрым способом людям из отдаленных населенных пунктов, чтобы не приезжать в райцентр дважды. Ведь оптоволокно к сельским медучреждениям уже проведено. Оптоволокно действительно его тянули до каждого медицинского учреждения, вот у вас до Успенки, до Кулишонки, до Новоплавных групп практически везде. И теперь вот осталось теперь Александру Петровичу со своими специалистами настроить это оборудование. Настроить, и ситуация справится. В течение месяца? Я думаю, да, реально где-то в течение месяца. Ну, давайте так, месяц у нас сроку. То есть промежуток между 1 и 9 мая мы еще раз пойдем и посмотрим с людьми пообщаемся. Из поликлиники группа направилась в лабораторию. Здесь царила тишина в связи с отсутствием пациентов. И это естественно, судя по времени. Все анализы для исследований принимают до 9.30. Речь зашла о капитальном ремонте здания. Чтобы подать заявку на участие в краевой программе развития здравоохранения для получения субсидий на проведение ремонтных работ, необходимо первоначально составить проектно-сметную документацию. Капремонт здесь нужен и для продления в последующем лицензии на продолжение деятельности и осуществление клинических лабораторных исследований. Стоимость проекта на три здания, лабораторию, пищеблок и прачечную – 750 тысяч рублей. Александр Николаевич поручил главврачу расставить приоритеты и начать с наиболее важного, нетерпящего отлагательств. Двери, окна, пол, линолеум, входная часть. Я думаю, что проблемы по составлению предварительной сметы, поэтому проблем не должно быть единственное, то если вы поможете, чтобы отдел строительной администрации, тогда мы сможем. Поможем, причем бесплатно. Далее глава района проследовал в терапевтическое отделение, где узнал у заведующего о состоянии дел, сколько человек госпитализировано на данный момент, поинтересовался качеством питания больных и оснащением медикаментами. В настоящее время в Белогринской ЦРБ закуплены все медикаменты, имеются все расходные материалы, реагенты, рентгеновская пленка. Сейчас у нас с медикаментами или с какими-то расходниками проблем нет. В палатах Александр Коклин пообщался с пациентами, спросил о качестве лечения и отношении медперсонала. Врачи, медперсонал, медсестры отлично к нам относятся, отлично. Мы очень им благодарны. Медикаменты бесплатные, питание отличное. У нас все устраивает. И дай бог им здоровья. Пожелав скорейшего выздоровления больным, глава района покинул ЦРБ и отправился в стоматологическую поликлинику. Здесь после модернизации материально-технической базы и капитального ремонта нескольких кабинетов, проведенных в прошлом году, опять новшества. Отремонтирован еще один кабинет. Приобретена современная стоматологическая установка «Меркурий-3600». Около регистратуры установлен информационный стенд с расписанием приема врачей. А вход в здание украшает новая табличка. Кстати, изменился режим работы отделения. Если раньше стоматология принимала до 17 часов, то сейчас до 20. Подводя итог обхода, Александр Коклин довел до сведения медработников, что все возникшие вопросы будут рассмотрены и систематизированы. А в первых числах мая состоится повторный визит в Белоглинскую ЦРБ и во все медицинские учреждения района. В заседании общественного совета Новопаловского сельского поселения приняли участие глава района Александр Коклин, начальник отдела ГОИЧС Юрий Гришко, руководители предприятий «Квартальный общественный актив». Начали заседание с тренировочного занятия по оповещению эвакуации жителей при возникновении чрезвычайных ситуаций. Алгоритм действий отрабатывали в теории. По легенде, в результате обильных осадков размыло дамбу реки Миклита. Произошло подтопление домовладений. Что в этом случае должны делать ТОСовцы? Начинаем обзванивать всех жителей нашей улицы. В первую очередь маломобильных жителей и также одиноких, престарелых граждан и семей, у которых многодетная семья у нас имеется. Если кто-то не присутствует в зоне действия сети, то мы начинаем пеший обход граждан, чтобы они собрали документы и трехразовое питание, ну хотя бы на три дня питание, сухой паёк. Маломобильным гражданам и семьям, которые не могут сами дойти, мы помогаем продвигаться, а остальные уже пешим ходом в сопровождении инструкторов движутся в Дом культуры. Глава района Александр Коклин в своем выступлении поблагодарил общественный актив за инструктаж и разъяснительную работу, которая проводится в поселении с жителями. В случае возникновения чрезвычайной ситуации лучше быть информативно подкованным и подготовленным. Я просто благодарен вам за то, что вы делаете. Это очень правильно. Лучше сижу и сучиться, но никогда не принимать уже непосредственного участия или по-настоящему, если что-то случится. Многое в районе делаем для базы, для базы спасательного отряда, которая у нас есть в районе. У них сейчас два автобуса – и лодки, и костюмы, и ножницы там гидравлические. Ну, короче, практически они обеспечены для того, чтобы оказывать помощь в трудной ситуации. Глава Новопаловского сельского поселения Лариса Склерова напомнила всем, что 1 марта стартовал двухмесячник по наведению санитарного порядка. А значит, при наступлении теплых солнечных дней все выходят на субботник. Завершилось заседание совета на приятной ноте награждением активистов ТОС по итогам работы 2018 года. Сертификата при своем звании лучший активист территориально-общественного самоуправления Новопаловского сельского поселения вручается Буйковой Галине Геннадьевне, члену ТОС-комитетного рода Кутово-Никлика. Там столько беспокойных человек, а я сегодня с утра уже золотом пять делал, беспокоит за своих жителей. Также лучшими активистами территориального общественного самоуправления признаны Лидия Удот, член ТОС села Кулешовка, и Таисия Христенко, ТОС села Новопаловка. Почетными грамотами и денежными сертификатами награждены призеры поселенческого конкурса «Лучший орган ТОС». Первое место из 150 тысяч рублей получил ТОС номер 2 села Кулешовка, председатель Татьяна Пищулина. Второе место из 100 тысяч рублей – ТОС номер 1 села Новопаловка, председатель Владимир Лысак. Третье место из 50 тысяч рублей – Новопаловский ТОС номер 2, председатель Мария Можная. Денежные средства будут направлены на благоустройство поселения. 13 юных белоглинцев стали полноправными гражданами Российской Федерации. В рамках акции «Я гражданин» подростки, достигшие 14-летнего возраста, получили главный документ, удостоверяющий личность. В торжественной обстановке начальник отделения по вопросам миграции МВД Александр Гов вручил ребятам паспорта. После общего фото на память отдел молодежной политики подвел итоги муниципального этапа теста по истории Отечества, посвященного столетию Первой мировой войны. Участвовали учащиеся 9-11 классов всех школ района и Белоглинского техникума. Я призываю вас к тому, чтобы вы всегда в этом участвовали. Проявляйте себя как активные граждане нашего района, потому что я думаю, что все-таки вас, наших ребятах, будущее нашего района, будущее нашего Кубани, конечно же, нашего огромного государства. Спасибо вам огромное за вашу активную жизненную позицию. Заместитель главы района по социальным вопросам Светлана Парахина наградила призеров дипломами. Первое место занял учащийся 28-й школы Сергей Столбов, но он не смог приехать из станицы Новолокинской на церемонию награждения. Второе место ученик средней школы номер 12 Кирилл Бабаченко. Я поздравляю тебя. Спасибо за то, что ты интересуешься истории нашей страны, потому что на самом деле, пока в нашем отечестве будут люди, которые будут помнить историю нашу, историю ненадуманную, непридуманную какими-то западными спецслужбами и людьми, которые не относятся враждебно к нашему государству, до этого времени наше государство будет крепким, оно будет жить, и дай Бог, чтобы оно было всегда таким. Третье место между собой разделили несколько человек, так как набрали одинаковое количество баллов. Большинство ученики 12-й школы. Хотелось бы, чтобы такие тесты проходили как можно чаще, так как они проверяют и способствуют улучшению общей эрудиции детей и знаний истории, так как в наше время сейчас историю знать должен каждый. Дипломами за третье место награждены Владислав Пахомов, Анастасия Комарова, Дарья Хаустова, Елизавета Березуцкая, Елена Лагутина и студент Белоглинского аграрно-технического техникума Никита Турченко. Эти люди привыкли сами организовывать праздники, проводить мероприятия и торжества, поднимать настроение, дарить улыбки и радость. А тут наступил их профессиональный праздник. Есть ли такая профессия на свете – дарить людям праздник? Да, есть такая профессия. Это великое искусство, искусство нашей профессии, всегда живет в сердце любого работника культуры. В Белоглинском доме культуры состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню работника культуры. От имени главы района культработников поздравил первый заместитель Алексей Булгаков. Творческих успехов и побед пожелала коллегам начальник управления культуры Ирина Белявская. Церемония награждения началась с ручения почетных грамот Министерства культуры Краснодарского края. На сцену приглашается новичкова Анна Васильевна, художественный руководитель сельского нового культуры станицы Новомохинской, муниципального бюджетного учреждения культуры, Успенская клубная система. Десять человек отмечены Краевым министерством за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры. Второй блок награждения – вручение почетных грамот главы Белоглинского района за многолетний плодотворный труд. Почетные грамоты и благодарности за подписью начальника отдела культуры Ирина Белявская вручила коллегам лично. Встречайте боливианную Ольгу Владимировну, ваши аплодисменты, художественного руководителя сельского дома культуры и села Новополото. Церемония награждения плавно перетекла в концертную программу. Музыкальные подарки подготовили творческие коллективы Белоглинского дома культуры. Сегодня мы присутствовали на таком мероприятии. Это очень было красиво, очень было приятно. Приятно было вдвойне от того, что сегодня нас отметили на краевом уровне. Мы бы хотели поблагодарить всех, кто нам сегодня сделал такой праздник. Это действительно праздник широкого масштаба. Мы хотели бы поблагодарить работников Белоглинского дома культуры от всей души и поздравить, конечно же, с профессиональным праздником, с Днем работника культуры. Мы зажигалочки, мы дарим людям праздник и будем нести этот праздник всю жизнь. От всей души поздравляю работников культуры с праздником. Желаю огромного мирного неба, счастья, хорошего настроения, всего самого доброго и хорошего. После концерта работники культуры переместились в холл, где за фуршетом продолжили поздравлять друг друга и желать новых творческих достижений и успехов. В ставшем традиционном Кубке Содружества спортивные команды принимают участие с большим энтузиазмом. В этом году на поле стадиона имени Мацнева съехались команды Кадетского казачьего корпуса города Городовиковск, Республики Калмыкия, Летник из одноименного села Ростовской области, спортивная школа села Красногвардейского Ставропольского края, спортивная школа чемпион Станицыного Покровской и хозяева проведения Кубка сборная команда спортивной школы «Восход» под руководством тренера Виталия Приходько. В торжественной атмосфере участников турнира на Белоглинской земле приветствовал глава района Александр Коклин. Футбол – это самый массовый вид спорта у нас в стране, да и у нас в районе, конечно, тоже. С особой гордостью могу сказать сегодня прошлый сезон 2018 года, когда наша команда, команда Белоглинского района, заняла первое место в крае по футболу, завоевала суперкубок края, ну и в этом году также продолжат участие на кубок губернатора Краснодарского края. Но очень приятно здесь видеть людей из других регионов. И, конечно, хочется сказать, что сегодня пожелать всем здоровья, мира, благополучия, чтобы победила обязательно дружба и, конечно, обошлось без травматизма. Согласно итогам жеребьевки, местная команда «Восход» встретилась в поединке со спортивной школой «Чемпион» из Станицыного Покровской. В ходе матча счет основного времени так и не был открыт. Все определилось в серии пенальти, где удача была на стороне новопокровчан. Цель у этих мероприятий кубка – это сплочение, объединение, установление дружеских связей, подготовку спортсменам к краевым соревнованиям, которые в преддверии, вот уже в апреле месяце у детей этого возраста, соответственно, будут проводиться краевые соревнования. Выявление сильнейших, ну и, соответственно, в такую хорошую погоду на Белоглинской гостеприимной земле мы проводим такие соревнования. В другой подгруппе команда спортивной школы села Красногвардейская обыграла кадетов из Городовиковска со счетом 1-0 и сыграла в ничью с летником, тем самым обеспечив себе место в финале, в котором встретились со спортивной школой «Чемпион». В этом поединке сильнее оказались красногвардейцы, выигравшие со счетом 5-3. В итоге кубок «Чемпиона» и золотые медали турнира оказались у ставропольцев. Серебро у команды «Чемпион» Станицына-Вопокровской. В матче за бронзовые медали на поле сошлись команда спортивной школы «Восход» и юных кадетов из Калмыкии. Со счетом 2-1 наша команда потерпела поражение. Почетными грамотами и медалями награждены участники и лучшие игроки соревнований. «Завершился турнир. Очень приятно было присутствовать на нем. То, что уровень команд подобрался очень достойный. Ребята показали хорошее мастерство, стремление к победе. Вдвойне приятно, что мы выиграли этот турнир. Третий год мы приезжаем, вот наконец-таки нам улыбнулась удача, мы заняли первое место. Потом, а думы были вторые, как говорится, идем по возрастающей. Ну, наконец-таки добились и мы достигли своей мечты. Хочется слова благодарности сказать людям, которые организовали этот турнир. Футбол в Белогринском районе существует и есть. Очень приятно это. Спасибо за приглашение. Мы чемпионы, как говорится. Организаторы поздравили юных футболистов, тренеров и представителей команд с заслуженными наградами и открытием футбольного сезона 2019. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова